Ну, это было просто веяние того времени. Вот, как раз это середина 80-х годов, вот, и как бы рок тогда был, heavy metal, очень прогрессивной музыкой, и поэтому как-то мы это все стали слушать, пластинки, вот. Вот, и из вокально-инструментальных ансамблей, которых было очень много в то время в городе Ож, то есть это на каждом заводе, в каждом училище, в каждой школе был ВИА. Вот, и, то есть, все вышли с этих ВИА, вот, стали слушать рок-музыку и как-то решили, что нужно как-то такую музыку самим воспроизвести. Вот, ну, и так, как бы, на осколках разных коллективов ВИА и образовалась группа «Новое время», то есть, вот, допустим, вокалист наш Дима Кулигин, правда, покойный, царство небесное, он был из группы «Фильтр», которая играла на базе ДСК, это домостроительный комбинат. Вот, Саша Черков, барабанщик, он, значит, играл в группе «Свет», которая базировалась в сельхозтехникум, вот. Ну, а я как-то приходил к ним на репетиции и тоже, в принципе, организовали группу «Конкурент». Вот, ну, и потом, как бы, часть музыкантов играли в парке, в Аше, в парке культуры, именно так-то было. Вот, и потом все-таки решили, тогда мы ушли все в армию, переписывались, и тогда уже возникла идея после армии прийти и вместе объединиться и создать вот такой коллектив. Ну, так, то есть он создавался, сейчас скажу, это был период февраль 98-го, а, нет, февраль 1988-го года. То есть вот эта дата, как бы, это основание коллектива. Я, как бы, родился в Новосибирске сам, и родители мои привезли меня, так сказать, в двухгодичном возрасте в ОШ, то есть в 68-м году. Ну, а так, как я родился в Новосибирске, там у меня и бабушка, и тети, и двоюродные братья оставались. И я каждый год ездил в Новосибирск, а Новосибирск – это, как бы, город третий по величине в России. Ну, и там, конечно, на барахолках мы ходили, меняли, слушали, пластинки записывали, и много я информации привозил в город ОШ, и у меня кто-то переписывал, ребятам давал слушать. Ну, в основном это были западные группы, это такие, как Judas Priest, Iron Maiden, ACDC, там из классики это Deep Purple, Led Zeppelin, вот. А из наших в то время российских, ну, советских музыкантов, это были такие группы, которые тоже впечатлили нас на создание. Это такие, как Черный Кофе, Ария, группа Форвард. Ну, нет, запрета никакого не было, то есть, рок в Аше уже, как бы, был тогда на базе группы «Дым». Она базировалась в парке имени Токтагула. Это Алексей и Павел Легкоступовы, братья. Вот, а затем эта группа переименовалась в группу «Каньон». «Каньон», то есть, тогда уже, даже с конца 70-х, начало 80-х, уже рок-движение было в Аше, и они, как бы, играли кавер-версии на какие-то знаменитые, там, композиции группы Deep Purple, Led Zeppelin, Beatles, ну, вот так вот. То есть, информацию как-то доставали, то есть, если не было этой информации, средств массовой информации, то как-то, вот, не знаю, кто-то выезжал за рубеж, привозили пластинки, менялись записями. Ну, так происходило все. У меня была первая пластинка Deep Purple, 68-го года, называлась она The Book of Thalesen, вот. Может быть, с нее все и началось, потому что я раньше, конечно, это до 5-6 класса слушал более популярную музыку, такие, как там, в то время звучали, Бонне, Марабески, там, вот, такое, что-то, Абба. Вот, а потом как-то потянуло на более тяжелую, более жесткую такую музыку. Может быть, можно сказать, даже какую-то революционную, что ли. Первый концерт у нас, то есть, мы объединились, вот, из разных групп на базе репетиционной в парке Тактагула. Это вот с братьями Алексеем Павлом Левкоступовым. Мы там репетировали, и первые концерты давали прямо там же, в Летнем театре, в Летнем театре. И весной приехал, помню, режиссер телевидения с КТР, ну, это тогда оно называлось, я не знаю, с телевидения, с Фрунзе. Вот, был такой Александр Ронкин. Они организовали первый фестиваль «Иссыкуль-88». Он проходил на ипподроме в городе Телпаната, и они весной поехали по республике отбирать участников, кого бы они могли представлять на этом конкурсе. И мы ему очень понравились, так как были более альтернативные, и у нас вид такой был уже, мы в коже были, и у нас и оборудование было уже такое, по тем временам, хорошее. И был свой материал, который мы сами уже писали, то есть авторские песни. И мы поехали на этот конкурс и заняли третье место. То есть мы были лауреатами, дипломатами, лауреатами конкурса «Иссыкуль-88». И на этом первом конкурсе в жюри были, значит, Александр Малинин. Это, ну, известный российский сейчас музыкант, певец, викторист, который поет больше сейчас романцы. Вот, и на том конкурсе, я помню, еще вторую премию получила Жилдис Асмана Лиева, певица наша. Мы там с ней познакомились, и до сих пор мы дружим. А первую премию была Алина Житигенова. На следующий год, в 89-м году, мы поехали уже как гости этого конкурса, и выступали как приглашенные гости. Ну, это был как бы первый фестиваль, и поэтому они думали, что, я так думаю, что организаторы фестиваля хотели показать разножанровость, наверное, участников. И поэтому там были и фольклорные группы, там были и группы, и Лес тоже. Вот, и Лес, мы как рокеры, и Алина Житигенова, Жилдис Асмана Лиева. Были группы из Казахстана, Узбекистана. Разноплановые были ребята, музыканты. У нас это все, это как-то фестиваль объединил. Было очень интересно, ну и нам, то есть, в тот же год, когда мы образовались, попасть на такой фестиваль, на телевидение, для нас это было вообще эйфория. В том концерте, когда приезжала Жанна Агузарова, это был, сейчас скажу, да, это была осень, по-моему, 88-го года. Вот, кстати, нет, мы не участвовали, мы выставляли свое оборудование в парке Токтагулы. То есть, инструменты, барабаны, там, звукоусиление. Но она приезжала вместе и с вокалистом группы... А, сама группа «Диалог» была тоже с ней, и мы как раз вот познакомились и с Кимом Брейдбургом, то есть, основателем и вокалистом группы «Диалог». То есть, дальнейшая наша судьба, почему-то, не почему-то, а как-то, вот, я не знаю, была связана именно с этой группой, и наш альбом потом, в дальнейшем, был записан на студии группы «Диалог» в городе Николаеве, и пластинка была потом выпущена на фирме «Мелодия», это на Санкт-Петербургской филиал Санкт-Петербурга. Мы первые, как бы, из Кыргызстана именно в этом жанре. Группа, то есть, рок-группа, которая записала полноценный альбом «Виниловый» на фирме «Мелодия». Это был 1991 год. В принципе, многие мне задают вопрос, а вот конверт какой-то у вас такой получился просто с фотографией. Мы планировали, конечно, сделать эту пластинку достаточно очень качественной, не только в плане звука, сведения, композиции, но и в плане конверта. То есть, эскизы нам подготовил мой друг, художник с Украины, мой сослуживец. Мы с ним познакомились в армии, когда служили. Вот. Он и поэт, ну, такой очень творческий человек, правда, его нет уже на свете, Царствие Небесное. Это Моисеенко Михаил. Он, значит, сделал эскизы, он нарисовал картину даже маслом, чтобы для того, чтобы весь этот материал повезти в Санкт-Петербург, и все это сделать на слайде, и выпустить глянцевый конверт пластинки. Но так как пуч, переворот, расвал Союза, и поэтому как-то все это бюджетненько сделали. Вот. То есть, только фотографию и комплекс. Ну, все равно мы были очень рады, когда 10 тысяч экземпляров пришло в ВОЖ, весь тираж пластинок. Мы, конечно, были... Не верили, что все-таки мы эту пластинку получим когда-то. Ну, по тем временам, по-моему, пластинки стоили 2,50-3,50. Но тираж весь к нам пришел, и поэтому мы его должны были разделить. То есть, нас как 5 участников, мы по 2 тысячи пластинок каждый забрали. Но судьба этих пластинок, конечно, оказалась довольно такой своеобразной. То есть, кто-то забрал, кто-то оставил на фирме, которая нас спонсировала. Ну, сейчас я знаю, что наши пластинки у коллекционеров доходят до 330 долларов за один экземпляр. 240 евро. То есть, есть такие предложения. Сохранились. Ну, конечно, не такая часть. Ну, пластинок там, не знаю, пластинок 20-30 есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С Кимом Брейдбургом, ну, напрямую, конечно, нет. Может быть, какие-то комментарии там он пишет, я пишу ему комментарии. Вот. Ну, конечно, мы помним, наверное, друг о друге. Тем более, в 91-м году, когда мы полетели на 20-летие группы «Диалог», были приглашены им на их концерты юбилейные, которые проходили в Кемерово, в Москве, в концертном зале «Россия», которого сейчас, к сожалению, уже нет, его развалили. В Николаеве, город Николаев, где мы писали эту пластинку у него на базе. Мы познакомились еще с очень хорошими музыкантами, которые были в его составе. Это были братья Меладзе, Константин и Валерий. И тогда мы слушали их творчество, и мы знали, что они очень хорошо и быстро выстрелят. Ну, оно так и произошло. То есть в 94-м году их уже пригласила Алла Пугачева на, по-моему, на какие-то съемки рождественских, по-моему, вечеров. И они там уже выступали, по-моему, с композицией «Лимбо». Интер-Ош. Интер-Ош – это тоже был такой замечательный концерт. Он проходил как раз после наших всех вот этих записей, гастролей в 91-м году. Это был сентябрь, по-моему, месяц или конец августа. Интер-Ош вообще организовал, тоже такой известный человек у нас в республике, Сергей Солнцев. Был такой продюсер, композитор, музыкант хороший. И у него очень было очень много связей в Москве в то время. И он занимался гастролями отдельных артистов. И вот он решил организовать такой фестиваль. А как раз были в 90-м году уже события, помните, да? Вот. И он решил через год организовать такой, как бы, Интер-Ош. Почему он не назвал? Чтобы объединить все национальности, всех музыкантов. Подчеркнуть, что все-таки наш народ очень дружный. Было очень много звезд на этих концертах. Это были такие именитые звезды, как Крис Кельми, группа Черный Кофе. Мы также выступали. Было очень много танцевальных коллективов из Фрунзе Гурот и тогда еще. Очень интересно было. Этот фестиваль проходил 3-4 дня сначала в Аше, а потом зафрактованный самолет со всеми музыкантами. Я помню, это был Ту-154. И нам все тогда было интересно, что не надо было никаких билетов, ничего показывать. Мы просто нас привезли к самолету, всех музыкантов. Мы по трапу поднялись и вылетели сюда, во Фрунзе. И здесь потом на стадионе Спарта проходили дальнейшие эти тоже 3-4 дня концерты. Было очень интересно выступать с российскими звездами, которые в то время были очень популярны. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Ну, это, наверное, вот веяние того времени. Как-то мы так быстро собрались, сделали программу, записали ее, выступали на таких разных площадках. И вот с развалом Союза, как раз 1991 год, то есть республики стали получать свои независимости. И все, и кто-то уехал в Россию, кто-то остался здесь, вот как мы и наш гитарист Костя Волков. Я думаю, это было связано с тем временем. Если бы мы выстрелили хотя бы на года два раньше, то мы могли бы быть такими известными, как Ария, я думаю, Черный Кофе. Потому что наш материал был записан очень достойно. И сейчас я даже слушаю такие альбомы, которым по 30 лет. Это Black Album группы Metallica. И слушаю, как записан наш альбом. То есть они не уступают. Хотя мы писались как бы в один год. Это 30 лет там уже. ПЕСНЯ 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 Это моя любимая группа, которая существует и поныне. И она в этом году отпраздновала 50-летний юбилей. Хотя юбилей был в прошлом году, но так как с пандемией у них как бы тур по Европе и Америке случился в этом году. Это группа Judas Priest. Вот. Это моя любимая группа. Это один, любой бы альбом взял бы с собой. Затем на втором, вторая группа по значимости и величине, которая сыграла на нашем творчество. Это группа Iron Maiden, которая тоже сейчас же до сих пор существует. Выпускает замечательнейшие альбомы. И последний альбом их тоже 21-го года. Ну, просто набрал очень много просмотров в сети, там, на Ютьюбе. Вот это вторая группа. Третья группа, я думаю, это была бы Motorhead, Halloween. Ну, и что-нибудь бы из джаз-рока. Чикаго, либо из арт-рока, это пластинка группы Yes. Джон Андерсон. Ну, свой альбом, он всегда у меня в голове, поэтому песни, написанные мной и гитаристом группы моим другом Костей Волковым, они, конечно, всегда со мной, и я как бы, взяв гитару, я бы играл бы их тоже. Рок жил, рок жив, рок будет жить. Потому что сейчас я смотрю и существованием тех монстров рока, которые до сих пор играют по 50 лет, hard and heavy и тяжелую музыку. Ну, вот, очень много образовалось и играющих групп, молодых, молодежи, которые очень технически, грамотно все это играют, то есть, как машины-то. Вот. Нет, но рок продолжает жизнь, жить. Мне не вспомнить улыбник шеленька, Не понять славы шум отверяк, Чёрным теплом развеян полетру, Стану болью лучше их до слез, Утеку спокойно ручьем сомнений, Ничей не потревожит кто.